Сидит Федот, печалится, с белым светом прощается. Вспомнил о птице лесной голубице. Глядь, а среди горинки, за место той горлинки Стоит красная девица, стройная, как деревца. Красная девица. Здравствуй, Федя, ты да я, мы теперь одна семья. Я жена твоя, Маруся, я супружница твоя. Что молчишь, мил друг Федот, как воды набрам шеврот? Аль не тот на мне кокошник, аль наряд на мне не тот? Федот, на тебе моя душа, век глядел бы, не дыша, То, кстати, твоим супругом мне не светит, не шиша. Был я нони чуть заря на приеме у царя, Но и дал мне царь задание, в смысле, значит, глухаря. Кошнодичи не сезон, спорить с властью не резон. Ладно, думаю, да буду. Чай глухарь, а не бизон. Проходил я цельный день, а удачей хаж бы тень. Ни одной сурьезной птицы, все сплошная дребедень. И теперь мне, мил дружку, не до пляск на лужку, Завтра царь заенто дело мне оттяпает башку. А такой я ни к чему, ни на службе, ни в дому, Потому как весь мой смысл исключительно в уму. Маруся. Не печалься и не хнычь, будет стол и будет дичь. Ну-ка, станьте предо мной, Ютит Кузьмич Ефрол Фомич. Маруся, коли поняли приказ, выполняйте сей же час. Молодцы. Не извольте сумлеваться, чай оно не в первый раз. Продолжение следует...